Принимать поздравления женщины будут в ближайшие 4 дня, а в полиции в канун 8 марта поздравят самых красивых сотрудниц. Подведут итоги конкурса «Леди в погонах». Ксения Климина встретилась с одной из финалисток и выяснила, почему некоторые женщины не мечтают получить ювелирные украшения в подарок. О дорогих колье и кольцах с рубинами и сапфирами они не мечтают. Они делают их собственноручно. На ювелирном производстве представительницы прекрасной половины создают прекрасные украшения. Бриллианты – лучшие друзья девушек, но этим женщинам накануне праздника дороже простое внимание, а украшения они подарят подругам. В гости ходить, естественно, тюльпанчики, подарочки, все в таком духе. Ювелирные изделия, конечно, подарим. Нас этого много. Драгоценность, она более, наверное, драгоценна не в цене металла, а в отношении человека к человеку. Отношения и чувства вдохновляют. На этой выставке картин тоже сплошь творения женских рук. Эта выставка адресована в первую очередь мамам, бабушкам, дочкам, внучкам. Если вы посмотрите в некоторых работах, вы увидите образы реальных женщин, реальных девочек. А реальность такова, что в Международный женский день и накануне него дамы поздравляют друг друга и даже обмениваются подарками. Не из-за дефицита мужского внимания, просто такая традиция. Я думаю, что надо женщин поздравлять, дочь поздравлю, приятельницу поздравлю. Это очень хороший праздник. У меня две дочери с семьями, у них по трое детей, поэтому у меня четыре внучки. Мы обязательно, мы собираемся все вместе и все прям празднуем. И разумеется, женщина остается женщиной вне зависимости от обстоятельств и даже от профессии. В полиции в эти дни проводят конкурс красоты среди сотрудниц. Оксана – одна из финалисток. Служит в кавалерийском полку. Конечно, в кавалерии работа тяжелая, потому что нам нужно следить не только за охраной общественного порядка, но еще и за своими лошадьми, потому что они требуют ухода, также ласки. Итоги конкурса «Леди в погонах» подведут в канун женского праздника. Но уже сегодня представительниц прекрасной половины по праву поздравляют повсеместно. Ксения Климина, Роман Семенов, Евгений Макаров. Новосибирские новости.